Вашингтоне усилены меры безопасности, двойная церемония инаугурации президента США. Число погибших в ходе спецоперации в Алжире возросло до 80, и спецназ продолжает прочесывать территорию. Менее чем через два часа в Вашингтоне у здания Конгресса начнется торжественная церемония инаугурации президента Барака Обамы. Официально он уже вступил в должность на второй срок. Накануне Обама принес присягу на верность Конституции в голубой комнате Белого дома. Но присягал президент на семейной Библии, хранившийся на протяжении многих лет в семье его супруги Мишель Обамы. Затем состоялся торжественный прием. Сегодня Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден публично повторят слова присяги. То, что мы сегодня празднуем, это не выборы и не инаугурация президента. Мы сегодня поздравляем друг друга и эту невероятную страну, которую мы называем нашим домом. А после празднования давайте будем усердно работать, как мы умеем, чтобы быть достойными не только нашего прошлого, но и будущего. Да благословит вас Бог. Я люблю вас. Мы все дома. А мы продолжаем итоги спецоперации в Алжире. 80 погибших. Всего удалось освободить 685 местных рабочих и 107 иностранцев. Напомню, в среду боевики захватили газовое месторождение и жилой комплекс, а также совершили нападение на перевозившие иностранца в автобус, убив при этом двух человек – британца и алжирца. Похитители требовали завершения французской военной операции против исламских боевиков в Мали. Итоги операции подводит Нина Шамуге. Алжирские власти подводят неутешительные итоги операции в Веноменасе. В ходе освобождения заложников, захваченных на газовом комплексе, от рук террористов погибли 48 человек. Арестованы шестеро боевиков. 32 были убиты во время штурма. Место трагедии посетили представители японского правительства. По предварительным данным, погибли 9 граждан Японии. Ещё несколько пропали без вести. Не досчитали своих граждан и на Филиппинах. Мы сделаем всё возможное, чтобы определить местонахождение наших четверых граждан. Вся страна вместе с семьями пропавших надеется на благополучный исход. Сами заложники вспоминают произошедшее как страшный сон. Мы заперлись в одной из комнат. Окна заклеили бумагой, чтобы никто не мог заглянуть. Так и прятались до тех пор, пока не посчитали, что всё закончилось. Мы слышали стрельбу из миномёта, выстрелы, пулемётные очереди. Они то затихали, то вновь возобновлялись. Мы понимали, что попали в очень плохую ситуацию. Во время контртеррористической операции алжирским военным удалось захватить целый арсенал оружия и боеприпасов. Миномёты, ручные пулемёты, винтовки с оптическим прицелом, ракеты и пусковые установки, гранаты, амуницию. Предположительно, оружие террористы, связанное с Аль-Каидой, получили из Ливии. Оттуда же они и попали на территорию Алжира. Опасность распространения исламского экстремизма и терроризма, сепаратизма Туарега всё острее чувствуют соседи Мали. Захват заложников в Алжире явный признак расширения фронта военных действий и выхода боёв за пределы Бомако, уверяют аналитики. Надежды на блицкрик в Мали тают с каждым днём. Французские миражи не так уже страшны исламистам, которые уходят в горы. А значит, Парижу и союзникам, считают военные эксперты, нужно готовиться к долгой и изматывающей войне. Нина Шамуги, RTVI Ракеты «Патриот» прибыли в Турцию. Грузовой корабль «Сьюша Сивейс», на борту которого находятся зенитно-ракетные комплексы, прибыл в турецкий порт Искандерон. «Патриот», доставленные из Германии, будут размещены в юго-восточной провинции Турции Кахраман-Мараша. Система доставлена из Голландии в провинции Адана. В ближайшее время ожидается разгрузка более 130 контейнеров с вооружением, которое будет размещено в стране по решению НАТО для защиты от нападения со стороны Сирии. Между тем, лидеры сирийской оппозиции не смогли согласовать в ходе встречи в Стамбуле состав переходного правительства. Очередная встреча состоится через 10 дней. Мы завершаем формирование рабочей группы, которая будет заниматься вопросом создания переходного правительства. На это мы отводим 10 дней, после чего группа должна представить проект, который мы обсудим на очередной встрече в Каире, и придем к решению. Тем временем в активную фазу вошли учения ВМС России в Черном и Средиземном морях. Рассредоточив более двух десятков кораблей и судов в сопровождении по двум акваториям, Генштаб принялся руководить отработкой насыщенной программы упражнений. Задействование в маневрах авиации в том числе позволило назвать учения крупнейшими со времен СССР. Впрочем, в Минобороны пояснили, что нынешние учения плановые. Действительно, намерения направить к Сирии корабли для учений в Москве анонсировали заранее. Проведение маневров в Средиземном море, к побережью которого Россия, если не читать базу в Тартусе, отношения не имеет, изначально рассматривались как способ напомнить мировому сообществу оппозиции России по сирийскому вопросу. Москва пытается не допустить ливийского сценария в Сирии. К другим темам. В Дели начался суд над обвиняемыми в изнасиловании 23-летней студентки. Девушка и ее друг подверглись нападению в автобусе на юге индийской столицы 16 декабря. Спустя две недели пострадавшая умерла в больнице в Сингапуре. Дело, по которому проходят пять обвиняемых, будет слушаться в специальном суде, который занимается преступлениями сексуального характера. Шестой участник нападения, будучи несовершеннолетним, предстанет перед другим судом. Адвокаты обвиняемых заявили, что полиция силой выбивала показания у их подзащитных. Повышенное внимание прессы и давление общественности может помешать вынесению справедливого приговора. Поэтому мы подали прошение в Верховный суд Индии о переносе заседаний из Дели в Южные Штаты. Я понимаю чувство гнева, которое испытывают наши граждане по поводу произошедшего. Но насилие – это не путь решения проблемы. Я обращаюсь ко всем гражданам. Необходимо сохранять спокойствие. Я уверяю вас, что мы приложим все усилия, чтобы гарантировать безопасность женщин в этой стране. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok